Как известно, Сбер это теперь не просто банк, а целый холдинг, куда среди прочих также входит компания Сбер Аутотек. Последняя презентовала концепцию такси будущего. У машины под названием Flip нет водительского места, руляя педалей. За управление полностью отвечает автопилот. В основе концепта лежит электрическая платформа оригинальной конструкции, накрытая кузовом вагонного типа. Внутри него скрывается пара трехместных диванов, так что вместимость Flip — шесть человек. Другая конструктивная особенность машины — сменный модуль батарей. Заменить блок аккумуляторов можно всего за пять минут. Прототип такси будущего сейчас проходит испытания, а этот демонстрационный образец покажут на Петербургском международном экономическом форуме. О серийных перспективах самоходного микроавтобуса авторы проекта скромно умалчивают. И вообще не очень понятно, зачем Сберу заниматься этим проектом. Тем более, что над похожим шаттлом параллельно работает команда из, так сказать, профильных специалистов. Свой беспилотник сейчас также разрабатывают КАМАЗ и НАМИ. От транспорта будущего к автомобилям настоящего. Кия, выслушав критику со стороны российских покупателей и журналистов, провела внеплановую, но весьма серьезную модернизацию рамного внедорожника «Махат». Так инженеры сделали настройки задних амортизаторов более комфортными. Улучшили шумоизоляцию дверей, багажника и колесных арок, а также установили двойные стекла передних дверей. Вместо подвесной педали газа появилась более удобная напольная. Возможности ассистента движения внутри полосы стали шире. Плюс появилась система, напоминающая об оставшихся на задних сидениях пассажирах. Кроме того, Мохаву перепала медиасистема новейшего поколения. И еще. Отныне топовая рулевая колонка с двумя регулировками и электрическим приводом присутствует во всех комплектациях. А сами комплектации при этом стали богаче. Правда, изменились и ценники. В зависимости от версии модель подорожала от 170 до 250 тысяч рублей. И новость короткой строкой. Киа готовит премьеру пятого Sportage. Презентация назначена на июль, а лучшим анонсом этого события корейцы посчитали презентацию нескольких тизеров. Благодаря трем фотографиям мы знаем, что кроссовер полностью поменяет свой стиль, сделавшись более утонченным. В салоне главным откровением станет огромный дисплей на передней панели, которому предстоит объединить приборную доску и тачскрин медиасистемы.